Добрый день, мои хорошие, добрый день, уважаемые подписчики. Снова с вами Николай Чемсиков, а тем свой недвижимость титул. Сейчас я вам покажу дом, который находится в Краснодарском крае, Белореченский район, поселок Садовый. В ниже в описании укажу его стоимость, общую площадь и количество земли. Поехали! Друзья, вот такой у нас дом. Дом сам блочный, обложен вот таким белым кирпичом с перемешкой красного. У него очень большая придоровая территория, обратите внимание, очень много плодовых деревьев, я насчитал их около 30, друзья. Ну, в реальности, вот это все деревья, что вы видите, это за двором, именно относятся к этому дому. Также, друзья, очень много плодовых деревьев, именно вот на самом участке, абрикоса, луча, черешня, вишня, персик, яблоня, груша, вон ель. Все это есть, друзья. Сам дом старенький, подлили фундамент, сделали, обновили и обложили вот таким кирпичом. Установили металлопластиковые окна, друзья. Кровля у нас идет шиферная, старенькая, но она абсолютно нормально, адекватная. Как говорится, я имею в виду по состоянию. Входная, ну, центральный вход, друзья. Давайте сейчас покажу вам сам земельный участок. Давно уже в этом домике, будем так говорить, никто сильно не живет. Ну, так периодически люди приезжают, живут и все. Смотрите, давайте сейчас покажу вам с этой стороны. Участок очень широкий, да, чуть-чуть так слегонца не убрано, но так, в общем, абсолютно нормально. У него очень здесь широкая часть. В реальности можно вот это все убрать, и грузовик, фуру, все что угодно реально разместить, друзья. Газ подключен, обратите внимание, газовая труба, она есть. Он основная газовая труба. Хоз постройки, друзья, курятничек. Ну, я скажу, для частного сектора это абсолютно хорошо и необходимо. И вторая хоз постройка, она намного больше. Все капитально. Чисто косметику сделать, друзья, и все. Двор тут у нас забетонирован. Я бы вот этот шифер убрал, он не нужен абсолютно. И давайте сейчас перейдем на сам участок. Сегодня ветрено у нас. Это колодец. Давайте сейчас отодвину, чтобы посмотрели. Ну, где-то полтора метра, друзья. Вот видно и вода стоит. Блин, камеру не получается повернуть. Ну, а сама скважина, друзья, забита в доме. Вот он, сам земельный участок. Он очень большой. Количество я ниже в описании укажу, друзья. С той стороны протекает небольшая речушка. И располагается база отдыха лебедь. Вот, смотрите, с этой стороны. Вот так это выглядит. Сейчас покажу дом внутри, друзья. Ну, расскажу. Поселок Садово находится прямо рядом с городом Белореченское. Я скажу так. Школы в этом поселке нету. И садика тоже. Поселок небольшой, но он компактный, уютный. Я скажу так. Вот между городом и поселком Родникомсо. Вот если брать по карте, смотри, даже полкилометра не будет. А так школы, садики именно в городе находятся. Регулярно проходят автобусы, маршрутки без проблем, друзья. На автомобиле, скажу, до центра вы будете от силы ехать. Но от силы, ну, не более, скажу так, пяти минут. Это я то даже максимум сказал. Скажу так, город практически рядом. Это котельная у нас. С той стороны я вам покажу обязательно. И пойдемте в сам дом, друзья. Сейчас зайдем и посмотрим с вами сам домик. Друзья, мы попали с вами в сам дом. У нас прихожая. Холл. По размеру абсолютно для старенького домика абсолютно нормально. В этой части, вот этот диванчик, если убрать, вы можете расположить большой шкаф-купе. Он поместится. Пластиковые окна. В прихожке потолок выглядит вот так. Пластиком обшит. Полы деревянные. И тут у нас линолеум, друзья. Полы, кстати, хоть деревянные, но они в хорошем состоянии, друзья. Так, ну давайте, самого главного, с удобства. Тут у нас есть и удобство. Раковина, ванна, унитаз. Тут я бы, вот где ванна, бы такую ширмочку поставил бы. Есть обшивать, чтобы красиво было. А так, в ванне, вот плитка, она присутствует, друзья. Можно, единственное, шов белый сделать. И потолок вот так выглядит. Ну, нормально. Если брать за такие деньги, практически, городу Белореченске, это нормально. Ну, и вот такая у нас дверь. Почему-то не закрывается. А, все закрывается, друзья. Переходим в кухню. Кухня квадратов, друзья, 10, не больше. Вон автоматика, скважина забита. Расширительный бачок. Ну, я скажу так, чуть-чуть бы я тут по-другому бы сделал. Я имею в виду, вот этот бачок я перенес в другое место. Автоматику можно оставить и поставить угловую, как в углевую, в разную кухню. Было бы уютненько. Полностью плитка. Я думаю, вам это видно. Пол тоже деревянный и лежит линолеум, друзья. Вот в этой части потолок невысокий. Ну, от силы где-то 2,25-2,30. Так, это под горячую водичку расширитель у нас. Бойлер, кладовка, друзья. И сам газовый котел у нас установлен. Вот он стоит, друзья. И газовый счетчик. Ну, пойдемте в основной дом. И покажу там вам все. Кстати, стиральная машинка помещается в этой зоне. И также стоит холодильник. Ну, именно под канализацию выход есть. Друзья, комнаты некоторые проходные. Первая комната. Давайте вот так вам покажу. Стены реально толстые, хорошие. Чугунные радиаторы. Пол тоже деревянный и линолеум. И вот такая высота потолков. Межкомнатные двери у нас присутствуют, друзья. Тоже немаловажно. Давайте вот так. Вторая комната. Видится окна с этой стороны. Чугунные радиаторы. Стоит старая печка. Ее никто не сносил. Но это в реальности. И вот тут у нас пол. Вот так выглядит. Ну, типа гостиной у нас. Она самая большая комната. Самая светлая. Чуть-чуть бы мебель другую поставить. Окна. Тоже чугунные радиаторы. Вот так у нас это все выглядит, друзья. Вот такой потолок у нас. И четвертая комната. Четвертая комната. Чугунные радиаторы. Пластиковое окно, друзья. Вот так выглядит у нас пол. Ну и межкомнатные двери, друзья. Друзья, почему я показал этот дом? Он находится прямо рядом с городом Белореченском. Скажу так. Поселок Садовый и город Белореченск. Он стыкуется, ну, он говорит, рядом. Абсолютно рядом. Тут у нас, будем так говорить, две спальни, гостиная. Ну, одна комната проходная. Кухня есть. Вот это туалет ванна, удобство, плодовые деревья. Дом шлака блочный. Обложен вот таким белым кирпичом. Пластиковые окна. Ну, скажу так, в принципе, и, кстати, земли немаловажно очень много. До школы, до садика, по-любому, только на маршрутке. Ну, скажу так, каждые полчаса, 40 минут проходит именно вот в этом поселке маршрутка, или автобусы и маршрутное такси. Ну, а думаю, на этом закончим, друзья. Если данный дом вас заинтересовал, вы можете лично мне позвонить, либо написать на WhatsApp. Мой номер телефона указан ниже в описании. Также задавайте свои вопросы в комментариях. Буду стараться на них в ближайшее время отвечать. С вами был Николай Сомсиков. Не забываю вам на меня подписываться, ставить лайки, ждите очередного обзора недвижимости. Пока-пока.